Продолжение следует... В основном помещались, прежде всего, рисунки, нарисованные художниками, посвященные всяким небесным телам, и очень небольшое количество фотографий, потому что фотографии тогда получались, естественно, с помощью телескопов. Можно было увидеть Луну, можно было увидеть Юпитер с двумя полосочками облаков и со спутниками с четырьмя, можно было увидеть маленький Сатурн с колечками. Ну и, по сути, это было почти все, что можно было на картинках показать. А дальше, когда началась эпоха космонавтики, когда космические аппараты стали работать, ну, на сегодняшний день будем говорить по всей внутренней части Солнечной системы, поток информации, поток визуальной информации, он увеличился многократно. И поэтому, когда я в свое время, уже тоже лет 20 назад, начал делать лекции со слайдами, которые были построены уже не на рисунках, а на настоящих снимках, полученных космическими аппаратами, в пределах практически всей Солнечной системы. Ну и все это стремительно росло, когда лекция достигла, там, 250 примерно слайдов, стало понятно, что такие лекции читать невозможно. Вот, поэтому получилась отдельная лекция про Меркурий, там, про Венеру, там и так далее. Уже каждая лекция тоже занимала, там, слайдов 100, 120, 150. Вот, и когда вот в конце 2018 года, то есть вот было некое предложение, как раз от фонда Траектория, может быть, подготовить только новости Солнечной системы, то есть вот то, что мы узнали совсем недавно, так вот уже сейчас получилась тоже огромная лекция, вот, которую я сейчас как раз буду представлять вашему вниманию. Я буду исходить из того, что в целом мы все-таки знаем, что такое Солнечная система, да, мы все как-то так или иначе подготовлены, я буду говорить о сравнительно новых вещах, ну вот, которые мы узнали сравнительно недавно. То есть еще раз повторяю, что поток этой информации усиливается, ускоряется, увеличивается, и мы очень много нового сейчас узнаем в последнее время. Так, ну вот, предложение такое, то есть мы будем двигаться, наверное, так, как он переключается, ага, вот таким образом. Начинаем от центра Солнечной системы и так пойдем от Солнца и наружу, да, по всем непестным телам, где мы что-то такое новое узнали. Ну вот я начинаю с рассказа о Солнце, да, что тут может быть нового, касающегося Солнца, за ним мы все время следим, станции службы Солнца, целая серия обсерваторий и космических аппаратов непрерывно следят за уровнем Солнечной активности. Вот, ну и вот этот слайд, он очень хорошо известен, он уже много лет, по сути говоря, фигурирует в интернете. Значит, речь идет о цикличности Солнечной активности. Я думал, что все об этом слышали, что количество пятен на Солнце меняется циклично. То их совсем мало пятен, то их становится больше, потом их снова меньше, больше, меньше, больше, меньше. И цикл, мы говорим, что он примерно в среднем 11 лет, да, вот в таком ритме, если хотите, Солнце дышит, в кавычках, конечно, да. Но мы видим, что вот эти циклы, они разные, есть высокие циклы, есть низкие, то есть даже в максимуме может быть либо много, либо мало солнечных пятен. А были, оказывается, какие-то периоды, когда почему-то, и не очень понятно почему, вообще практически пятен не было на протяжении там почти 70 лет, там 20 лет. Вот видите, там написано слева, минимум маундер, это странный период с 1645, примерно по 1715 год, когда солнечных пятен, до сих пор мы не очень понимаем почему, почти не было. То есть их было гораздо меньше. И вот видите, вот последние циклы, да, вот слева показан 23 цикл солнечной активности, то есть вот поднималось количество пятен, потом уменьшилось. Минимум в точке, это начало 2009 года. И сейчас, видите, вот следующий цикл сейчас заканчивается, то есть, по-видимому, новый минимум будет, ну, примерно там через год, как прогнозируют гелиофизики. Но мы видим, что даже в максимуме как-то солнечных пятен было маловато, да, если сравнивать с предыдущими циклами, гораздо меньше. То есть мы видим, что уровень солнечной активности, ну, по крайней мере, на протяжении последних там десятилетий, он как-то все падает, падает и падает, становится все меньше. Он еще ведет себя достаточно странно, этот нынешний цикл. Вот сверху показано, каким образом солнечные пятна наблюдались в северном полушарии Солнца, а снизу в южном полушарии Солнца, и мы видим явную асимметрию, да, то есть они не синхронно двигались, а вот, скажем, максимум был примерно в 2012 году в северном полушарии Солнца, да, а максимум в южном полушарии был спустя два года, в 2014 году. Вот, и такие вещи, в общем, теория особенно не предусматривает, надо прямо сказать, и поэтому теоретики сейчас думают и работают, а что же такое вот на Солнце происходит. Ну, во всяком случае, даются прогнозы, что вот такое поведение солнечной активности может быть дополнительным свидетельством тому, что мы вступаем в эпоху низких циклов, что в среднем уровень солнечной активности будет в ближайшее время меньше, чем тот, к которому мы привыкли. И вот каким будет следующий, условно, ну, у гелиофизиков есть своя нумерация, сейчас как бы заканчивается 24-й цикл солнечной активности, но мы понимаем, что это абсолютно условный номер, что позади там не 24, а там миллионы этих циклов, скажем, да, но вот каким будет 25-й цикл, я вот просто хочу показать старый-старый слайд, когда прогнозисты пытались сказать, а каким будет нынешний 24-й цикл. Вот, и обратите, пожалуйста, внимание, это разные были прогнозы, вот красным показано, видите, что высокий-высокий, а синеньким показано, как вышло на самом деле. То есть оказалось, по сути говоря, что вот вся мощь науки, которая там занимается солнцем, ничего не получилось, да, то есть оказалось неожиданно, что уровень солнечной активности в 24-м цикле оказался существенно ниже того, что прогнозируется. Вот, это очень интересно, для науки это всегда интересно, это означает, что нас природа тычет в то, что мы очень многие вещи не знаем и не понимаем, ну, значит, надо с этим разбираться, надо дальше развивать теорию, так сказать, смотреть на то, что там происходит и почему. Вот, ну, вот еще раз, это вот нынешний 24-й цикл солнечной активности. Ну, здесь это просто пример, один из пример прогнозирования, когда, играя с статистикой, люди пытаются как-то вот посмотреть, вот, может быть, есть какая-то волна, какое-то низкочастотное влияние, ну, видите, тут вот нам показывают, что в середине 21-го века солнечная активность будет ниже, чем обычно, вот, но только практика покажет, вот в чем дело. Потому что здесь вот в таких подходах присутствует статистика, но отсутствует физика. То есть мы как бы пытаемся поймать какие-то закономерности, но не очень понимаем физику того, что происходит, но на самом деле понимаем, но, как вот видно, не очень хорошо. Вот, поэтому вот, что касается Солнца, то есть последние новости таковы, что уровень солнечной активности сейчас очень низкий, он продолжает падать, минимум ожидается где-то примерно через год. Вот, а каким будет следующий цикл солнечной активности, условно, 25-й по номеру, вот, как она будет нарастать, ну, вот, жизнь покажет, что называется. Так, ну, и совсем недавно новость заключается в том, что в сторону Солнца был отправлен американский космический аппарат, который называется «Паркер». Он назван в честь Юджина Паркера, выдающегося американского гелиофизика. Вот он на фотографии, тут вот я из Иркутска, да, и вот эта старая фотография 85-го года, в серединке на фотографии как раз Юджин Паркер, но это 85-й год, это давно. Он жив, ему практически 90 лет, он присутствовал на космодроме, когда ракета стартовала с объектом, с космическим аппаратом, названным в его честь, и вот он провожал этот аппарат к Солнцу. То есть аппарат сейчас будет летать очень близко от Солнца, от Солнца он загораживается специальным щитом, вот иначе просто там все испарится, что называется, то есть современные технологии позволили загородиться от Солнца, находясь на расстоянии, там, ну, ожидается, там, 10 миллионов километров, 8 миллионов километров, это безумно близко. Это солнечная корона, по сути говоря, в которой будет работать этот аппарат, это миссия начата, и, в общем, очень многие ученые ждут интересных данных с этого космического аппарата. Двигаемся дальше. Первая планета Солнечной системы, если считать от Солнца, самая маленькая планета, она называется Меркурий, вот, и я должен сказать, что возле этой планеты работали за всю историю только два космических аппарата. Первый это Маринер-10, старый уже американский аппарат, давно отработавший, ну, и потом долгое время около Меркурия работал на орбите вокруг Меркурия американский же космический аппарат Мессенджер, который был первым в истории искусственным спутником планеты Меркурий. Ну, вот это снимки, которые были получены аппаратом Мессенджер, этих снимков огромное количество, то есть сейчас получен полный атлас и полный глобус, будем говорить, Меркурия. Ну, то есть, когда показываешь эти снимки, все говорят, ой, как похоже на Луну, совершенно верно, если вы кратеры Меркурия покажете специалисту, то не факт, что он сразу скажет, это кратеры Луны или кратеры Меркурия, да, но это результаты тех же самых страшных процессов, которые когда-то происходили в Солнечной системе, примерно 3,8 миллиарда лет тому назад, и чуть раньше, когда происходила так называемая поздняя тяжелая бомбардировка, и огромное количество небесных тел сталкивалось тогда с молодыми планетами, и на безатмосферных небесных телах, а к ним, например, относятся и Меркурий, все это сохранилось, да, то есть вот этим кратерам почти 4 миллиарда лет, да, и вот поскольку там нет воды, там нет воздуха, там нет травки, которая там, значит, расслабы, нет землетрясений, Меркурия трясений, вот, то это все сохранилось, и мы видим всю картину, вот, оставшуюся от поздней тяжелой бомбардировки, которая происходила достаточно давно. На отдельных снимках, которые были получены аппаратом Мессенджер, видны какие-то странные провалы в грунте, это уже не кратеры, это уже не вследствие падения небесных тел, это какая-то геология, то есть все-таки немножечко дышит как-то Меркурий. И вот очень интересное открытие, которое было сделано аппаратом Мессенджер, вот смотрите, это полярная часть Меркурия, а ось вращения Меркурия перпендикулярна плоскости орбиты, значит, вот так вот летит Меркурий, да, не как Земля, у Земли наклонена ось, а тут, значит, она перпендикулярна, значит, смены времен года на Меркурии не бывает никакой, вот, а солнечные лучи всегда падают по касательной к полюсу, и вот если там какой-то кратер находится на большой широте, на высокой широте, близко от полюса, это воронка, а вокруг высокий вал, да, а солнечные лучи по касательной всегда, и солнечные лучи никогда внутрь не попадают, никогда. Температура там, соответственно, получается примерно минус 200 градусов, и если туда попала вода каким-то образом, она навсегда там останется, ну, понятно, что в виде льда. Так вот, как раз исследование с Мессенджера показали, видите, там вот показано кратер Фуллера, так называемый, температура там всего 50 кельвин, то есть это почти минус 220 градусов по Цельсию, причем всегда такая температура, но там огромные наслоения льда оказались, водяного льда, и поэтому на этом самом Меркурии, который, казалось бы, без атмосферы и так далее, лед там есть. Ну вот, данные с Мессенджера показали, что, например, ось магнитного диполя не совпадает с осью вращения планеты, мы это теперь точно знаем, но, кстати, у Земли он тоже не совпадает, я думаю, вы знаете, что немножко ползет сейчас магнитный полюс Земли как-то по поверхности нашей планеты. Ну и сказано, что радиус железоникелевого ядра Меркурия огромный по сравнению с радиусом всей планеты, то есть он занимает почти 85% от радиуса Меркурия. Ну и объясняют это на сегодняшний день примерно таким образом, то есть это гипотеза о великом импакте, импакт это удар, то есть предположение было такое, что когда уже сформировалось железное ядро и каменная оболочка, и 4 миллиарда лет назад налетает на Меркурии что-то там очень массивное, какое-то небесное тело большой массы ударяет по касательной и сбрасывает в космос практически большую часть каменной оболочки, которая как-то там рассеивается. Ну, кстати говоря, такая идея сейчас применяется из прообразования Луны, то есть считается, что Луна построена вот из вещества, которое сброшено с Земли ударом, ну, тело, которое было размером, ну, с Марс, по крайней мере, что называется. Но вот возле Земли-то образовалась Луна, а возле Меркурия-то как-то вот ничего такого не видно. Но, по крайней мере, почему там очень тоненькая и слабенькая каменная кора и слабенькая каменная мантия, ну, вот сейчас пытаются объяснять вот таким великим импактом, который был когда-то. Ну и, наконец, я хочу сказать, что сейчас по направлению к Меркурию летит европейский космический аппарат, который запущен несколько месяцев назад, он называется Беппи Коломбо, вот, и к Меркурию он прибудет в 25-м году, то есть лететь ему еще 6 лет, вот, он тоже будет по планам искусственным спутником Меркурия, ну, будем надеяться, что он даст человечеству много новой информации об этой интересной планете. Летим дальше. Следующая планета — это Венера, наша соседка по Солнечной системе. Вот это снимок с европейского космического аппарата, спутника Венеры, который назывался Венера-экспресс. Он работал много лет на орбите вокруг этой планеты. Мы видим, что поверхность не видна, все закрыто облаками, толстый слой облаков из капелек серной кислоты на большой высоты никаких просветов никогда не бывает, поверхность мы никогда не видим, да, поэтому надо как-то ухищряться, чтобы вот понять, вот, что же там под облаками Венеры. Тем не менее, про Венеру мы знаем сейчас уже достаточно много, мы понимаем, что Венера внутри примерно так же устроена, как наша Земля, то есть ядро мантия и кора, но есть особенность странная и непонятная особенность — у Венеры нет магнитного поля. То есть вот почти такая же планета, как Земля. Чуть поменьше только, да, масса такая же, внутреннее строение примерно такое же. У нас магнитное поле есть, у Венеры нет. Вот, и, в общем, если честно говорить, естественно, есть версия, но окончательного ответа, почему это так нет. Вот это тот самый аппарат Венера-экспресса, о котором я говорил, вот видите, он работал 11 лет около Венеры, сравнительно недавно прекратил работу, ну и он много чего сделал, в частности, ну, по сути говоря, он сделал открытие, то есть мы считаем, что на сегодняшний день подтверждена активная вулканическая деятельность на Венере. Вот посмотрите, измерялось содержание оксида серы в атмосфере Венеры, ну вот видите, там в левой части графика, там с 80-го, там по 95-й год, это предыдущие космические аппараты, включая советские, которые возле Венеры работали, вот они обнаружили, что там был оксид серы в атмосфере, потом концентрация падала-падала, но потом возле Венеры не было вообще никакой техники нашей, мы ничего не знаем, и смотрите, с 2005 года, когда вот аппарат Венера-экспресс туда пришел, всплеск концентрации, который начал падать после этого, да, а измерения в инфракрасном диапазоне показали, что кое-где температура поднималась на поверхности Венеры до 800 с лишним градусов, я вообще хочу напомнить, что из-за парникового эффекта там температура почти 500 градусов всюду и всегда, а тут мало того, что всюду 500, а в каких-то местах 800, ну вот, и когда, то есть, и это все совпадало по времени с повышенным содержанием оксида серы, и все это рассматривается как свидетельство мощных вулканических извержений, которые происходили вот у нас на глазах, значит, и огромное, вот это горячее пятно, это что, это явно, так сказать, облако, не облако, а там лавовое озеро, да, то есть, это магма, которая находилась на поверхности, мы ее почувствовали сквозь облака в инфракрасном диапазоне, вот, ну и так далее, то есть, мы можем сейчас говорить, что активный вулканизм на Венере можно считать доказанным, это вот открытие, которое было сделано сравнительно недавно, вот, ну, пару слов я скажу про отсутствие воды на Венере, это, в общем, как бы понятно, да, потому что если температура плюс 500, какая тут уж будет вода, так и водяного пара, оказывается, нет, да, то есть, плотная атмосфера Венеры состоит на 95% из углекислого газа, раскаленного, плотного, горячего углекислого газа, куда делась вода, то есть, идея заключается в том, то есть, это базовая теория на сегодняшний день, что температура росла когда-то, если вода там была, она вся испарилась, а водяной пар, а Солнце близко, да, то есть, вот, на больших высотах молекулы водяного пара распадаются под воздействием ультрафиолетового излучения Солнца, при этом, на что распадаются? На водород и кислород, легкий водород утекает в космос, значит, он еще увлекается частицами, летящими от Солнца, магнитного поля у Венеры нет, которое могло бы не пускать эти частицы к Венере, поэтому очень эффективный этот процесс, ну вот и легкие частицы, в общем, уходят. Плюс ко всему, Венера-экспресс, этот аппарат обнаружил достаточно сильное электрическое поле у Венеры, вот, которое тоже выталкивает заряженные частицы в космос, ну и вот, по-видимому, всю воду Венера вот таким образом порастеряла, в отличие от Земли, где совсем другие условия. Так, ну и теперь около Венеры работает японский космический аппарат под названием Акацуки. Драматический был, так сказать, вообще проект, потому что этот аппарат должен был выйти на орбиту вокруг Венеры еще в 2010 году, это не получилось по техническим проблемам, и вот представьте себе, он двигался вокруг Солнца, и только в 2015 году, то есть он сохранил работоспособность, да, то есть он вышел на орбиту все-таки около этой планеты, и начиная с декабря 2015 года он работает возле Венеры. Вот, поэтому мы тоже надеемся, что этот аппарат даст интересную информацию о этой самой планете. Вот так вот выглядит этот космический аппарат Акацуки. Так, ну и пару слов я должен сказать о российском проекте, который разрабатывается уже очень давно, очень долго, вот, и несмотря на всякие политические проблемы сегодняшнего дня, американские коллеги продолжают проявлять интерес к этому проекту, предлагая, так сказать, работать совместно. Но я должен прямо сказать, что проект космического аппарата российского Венера-Д, он не вошел в федеральную космическую программу, которая будет заканчиваться в 2025 году, а попадет ли она в следующую программу, там, на конец 20-х годов, ну, вопрос открытый. Вот, вроде бы интерес есть, но пока это просто инициативный проект, вот, который фактически не поддерживается, который практически не финансируется. Вот, ну, хотелось бы надеяться, что со временем когда-нибудь все-таки получится. Так, теперь третье, если смотреть от Солнца, это Земля с Луной. И вот я показываю сравнительно новый снимок, полученный буквально совсем недавно, китайским космическим аппаратом Чанье-4. Видите, Луна вблизи, Земля на заднем плане, вот, и мы знаем, что Китай, в общем, продемонстрировал замечательное достижение, когда впервые в истории человечества на обратной стороне Луны, которую мы никогда не видим с Земли, она всегда повернута от нас, вот там этот аппарат Чанье-4 совершил посадку, доставил на поверхность Луны вот этот небольшой луноходик, который называется Юйту-2, то есть нефритовый заяц-2, он скатился по этим направляющим, и сейчас он работает на обратной стороне Луны, вот, а связь с Землей, ведь сквозь Луну не пройдет, у нас радиосигнал, да, для этого китайцы заблаговременно отправили еще один космический аппарат, который находится на линии, соединяющей Землю-Луну, и за Луной вот этот аппарат там висит, и он, так сказать, работает в режиме радиотранслятора, то есть он получает сигналы от этого лунохода и пересылает их на Землю, потому что он видит с обратной стороны Луну и одновременно видит Землю. Так, ну вот это снимки с обратной стороны Луны, которые передает сейчас, он работает в настоящее время, китайский луноход. Ну, а здесь вот показано слева, это видимая сторона Луны, справа невидимая обратная сторона Луны, и красная стрелочка как раз показывает тот район, в котором работает китайский луноход на сегодняшний день. Наконец, с 2019 года запланирован еще очень интересный эксперимент, когда автоматический аппарат Чанье-5, китайский, будет осуществлять посадку на Луну уже на видимой стороне Луны, он заберет образцы грунта, ну, как минимум там килограмма два, может чуть меньше, может чуть больше, ну вот ракета стартует с Луны, и она должна доставить на Землю образцы лунного грунта. Китай никогда этого не делал, последний раз в автоматическом режиме это делал Советский Союз, но с тех пор прошло много лет, это было в 1976 году. Советская автоматическая станция Луна-24, вот с тех пор ничего подобного не было, ну и вот теперь Китай, так сказать, собирается это все сделать в конце текущего 2019 года. Теперь я хочу обратить внимание на то, что совсем скоро, в апреле 2019 года, планируется, представьте себе, полет индийского космического аппарата Чандраян-2. Вот Индия впервые в своей истории попытается посадить космический аппарат на Луну и доставить туда, ну тоже небольшой шестиколесный луноход. Ну, я думаю, вы понимаете, что Индия не может остаться равнодушной к выдающимся успехам Китая в космосе, и поэтому на наших глазах начинается как бы такая борьба двух огромных азиатских тигров, в кавычках, да, то есть вот они тоже пытаются демонстрировать, что один не отстает по сравнению с другим. Ну и очень интересный проект, представьте себе, сейчас в полете находится израильской частной компанией, созданный космический аппарат Берешит, который идет к Луне. И предполагается, что в апреле он должен совершить посадку на Луну, он запущен американской частной ракетой Falcon 9, SpaceX знаменитой, да, то есть он постепенно летает по эллиптической орбите, все более высокой, поднимается все дальше и дальше, приближается к Луне, потом он должен выйти на орбиту вокруг Луны и потом осуществить посадку. Посмотрим, как это получится, то есть мы видим, что вот интерес, ну, нарастает, по крайней мере, исследователей Луны. Все это происходит на наших глазах, следите за новостями, это будет уже скоро. Так, ну вот я хочу сказать, что сейчас продолжается детальное исследование поверхности Луны с борта замечательного американского спутника Луны, он называется Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, да, то есть он, на нем стоит телескоп, телескоп смотрит вниз на Луну, и он передает замечательные снимки, достаточно хорошего качества, и поверхность Луны в деталях сейчас мы это знаем, то есть вот фактически глобус Луны детальный построен, вот, ну, продолжается исследование образцов лунного грунта, доставленного давным-давно американскими астронавтами, почти 400 килограммов лунного грунта, но некоторые лежали просто и не исследовались, так сказать, а сейчас появились новые геохимические методы, очень тонкие, очень, так сказать, современные, вот, и продолжается это исследование, ну, и вот, например, совсем недавно, статья 2018 года показала, что доля изотопов кислорода в лунных породах и в грунте на дне земного океана практически равны, там разница в какие-то миллиардные доли, ну, вот, отсюда делаются некие выводы предварительные, да, о том, что на Земле с самого начала было много воды, мы-то обычно считали, что вода принесена на Землю кометами, там ледяные тела, которые падали на Землю, а тут авторы вот этой статьи, сейчас это английские ученые, говорят о том, что, возможно, Луна, вернее, Земля и Луна сразу содержали большое количество воды, непонятно, почему она не испарилась на Земле, вот, и кометы и астероиды принесли не так уж много воды, вот, но по, согласно современной теории, вообще непонятно, как это могло быть, потому что в зоне, где Земля сейчас находится, тут вот и раньше воды много не было, и не следует ли из этого, что Земля находилась раньше дальше от Солнца, а потом она мигрировала, опускаясь по спирали, и пришла на ту орбиту, на которой она сейчас находится, вот, но я сразу хочу сказать, что одна снежинка еще не снег, и одна публикация такая пробная, это еще не значит, что все это так, сейчас научное сообщество будет все эти вещи анализировать, приводить доводы за и против, но, во всяком случае, такая новая идея сравнительно недавно появилась, мне кажется, это достаточно интересно, да, но вот если всю воду на Земле собрать в одну капельку, да, то у нас получится примерно вот такая картинка, вот, то есть это много, все-таки воды у нас на Земле. Так, ну, я должен сказать, что сейчас планируются запуски новых автоматических и даже пилотируемых миссий, которые в 20-е годы будут осуществлены к Луне, ну, и Соединенные Штаты предложили построить окололунную пилотируемую станцию, вот она примерно так, или примерно так, может быть, немножко по-другому она будет выглядеть в середине 20-х годов, обсуждается вопрос, будет ли участвовать Российская Федерация в этом проекте, там масса сложностей, прежде всего, с политикой связанной, как вы понимаете, времена такие непростые, но, во всяком случае, эти проекты обсуждаются, ну, и, судя по всему, мы все станем свидетелями новых полетов людей в сторону Луны, если сначала не на саму Луну, то хотя бы, значит, на орбиту вокруг Луны, то есть это будет вот лет через 5, через 6, через 7, по-видимому, это будет точно. Так, ну вот, значит, теперь несколько слов я хочу сказать, раз уж мы про Землю говорим, значит, это вот график, который отражает глобальное потепление, мы видим, что вот последнее время температура на Земле как-то вот полезла вверх достаточно резко на протяжении последних примерно 150 лет, вот, ну, правда, сначала, так сказать, это вообще сильное впечатление производила синяя линия после того, как поправили данные, полученные, значит, ну, предыдущие столетия, оказалось, что, наверное, надо все-таки красную линию проводить, а если красная линия правильная, то это означает, что лет 600-700 назад на Земле было ничуть не холоднее, чем сейчас, вот, и, а тогда-то никакой промышленности не было, а тогда-то никаких выбросов там парниковых газов не было, и поэтому вообще неплохо было бы хорошенько разобраться с тем, что было раньше, да, а не сваливать все на антропогенный фактор, он, наверное, работает, но 100 ли процентов, в общем, есть серьезные сомнения по этому поводу, видите, температура постепенно действительно лезет вверх на Земле, она постепенно растет, но я должен заметить, что она растет уже не так быстро, как, по крайней мере, это оказалось раньше, как измерялось раньше, и вот обратите, пожалуйста, внимание на этот график, вот тут целый, я бы сказал, веник, значит, графиков, которые отражают модели, которые сейчас климатологи строят, и видите, там вот прогноз идет на 20-й, на 25-й год в правой части этого графика, вот, и вот, что температура будет расти, 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 а на самом деле вот уже реальные измерения показывают, что уже не так быстро растет температура, то есть вот видите, внизу вот синенькая и красненькая линия, то есть вот они на самом деле, так сказать, отражают вот реальные измерения, а это означает, что все вот эти модели можно, ну, выбросить, на самом деле это означает, что что-то, чего-то они не учитывают, они становятся неправильными, причем чем дальше, тем более неправильными, то есть что-то мы не учитываем, то есть получается, что окончательного ответа на вопрос, почему происходит глобальное потепление, наверное, все-таки давать сложно, вот, надо работать дальше, надо изучать вот эти вещи, вот, более серьезно, вот, ну, здесь вот я просто перечислил некоторые идеи, которые существуют, обсуждаются в научном сообществе по поводу причин возможных глобального потепления, может быть, они все работают, да, то есть, но вклад их, этих причин разный, оценить его пока сложно, вклад каждого из этих факторов, ну, то есть надо продолжать работать, не надо ставить точку на этой проблеме, ну, здесь вот показано, что существуют данные о том, что орбита Земли на самом деле меняется со временем, периодически, что бывает, что эллиптичность орбиты меняется, что расстояние Земли от Солнца немножко меняется, и это, конечно, должно сказываться на климате, но не так быстро, как то, что мы сейчас видим, то есть вот эти все факторы, они, может быть, и работают, но, наверное, это не главный вклад. Так, ну и теперь вот то, о чем я уже упомянул, вот на Земле, то есть это не новость, но это остается по-прежнему загадкой. Двигается магнитный полюс по поверхности Земли, не географический, а магнитный, раньше он как-то то туда, то сюда, то вперед, то назад, как-то мигрировал вблизи побережья Канады, вот, а тут он как-то резко ускорился, он сейчас идет со скоростью примерно 40-50 километров в год, и он движется через Северный Ледовитый океан к Северному побережью Российской Федерации, если он не остановится и не пойдет обратно, вот, то где-то в 50-е годы он достигнет территории России, значит, если он будет двигаться дальше, не меняя направление, то еще лет через 20 он вступит на территорию моей родной Иркутской области, то есть он идет пока что, по крайней мере, прямо к нам, и, если честно говорить, не совсем понятно, почему, вот, ну, то есть есть, конечно, общее представление о том, почему существует магнитное поле Земли, вот, и какие процессы приводят, в принципе, вот к каким-то этим перемещениям, но, честно говоря, вот мы просто следим, вот, и никто не может предсказать, что будет, вот он может завтра остановиться и пойдет обратно, скажем, это очень интересные вещи, которые тоже говорят о том, что разбираться с этими вещами, конечно, надо. Так, ну, вот это вот, если говорить про Землю и Луну. Двигаемся дальше, следующая планета – это Марс, вот так она выглядит на лучших снимках, если снимать от Земли, а самое короткое расстояние, самое маленькое расстояние между Землей и Марсом – это почти 56 миллионов километров, планетка маленькая, вот, разглядеть там какие-то детали сложно на самом деле, и вот я хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас около Марса и на самом Марсе работают 7 космических аппаратов, то есть их было больше, некоторые выходили там из строя, там уже отключались, вырабатывали свой ресурс, я сейчас называю те, которые работают сегодня. Американский спутник Марса, Марс-Одиссей, работает с 2001 года, почти 20 лет. Спутник Марса европейский, запущенный в 2003 году Марс-Экспресс, продолжает работать на орбите вокруг Марса. Замечательный американский аппарат Mars Reconnaissance Arbiters с полуметровым телескопом, который смотрит вниз, так же вот как вокруг Луны, так же вокруг Марса. Детальные съемки поверхности Марса, отдельные камни, карта всей поверхности, детальнейшая, построена в результате работы многолетней вот этого космического аппарата. На Марсе остался один работающий марсоход, два марсохода Spirit и Opportunity американские, значит, они ушли в прошлое, перестали работать один раньше, другой недавно. Curiosity продолжает работать, вот уже несколько лет, внутри гигантского метеоритного кратера Хейл исследует. Ну вот видите, здесь вот все американские марсоходы показаны. Тут слева на первом плане маленький марсоходик Соджорнер, 97-й год, но он размерами чуть больше ноутбука там, скажем, да, то есть ездил. Медленно слева, чуть повыше, это вот аппарат типа Spirit или типа Opportunity, два таких аппарата, много лет работали, двигаясь по Марсу, изучая марсианскую поверхность. Curiosity, вот он справа, это самая большая машина, вот несущая на себе довольно большой комплект научной аппаратуры. Вот американский спутник, Мэйвен, спутник Марса, работает на орбите вокруг Марса, изучая атмосферу Марса. Дальше индийский космический аппарат Монгальян, первый индийский аппарат, работающий на орбите около Марса, работающий уже, как видите, тоже давно. Китайских нет, а вот индийский здесь вот возле Марса есть и успешно работает. Ну и, наконец, космический аппарат ExoMars, это совместный европейско-российский проект. На борту вот этого аппарата стоят четыре научных прибора, из них два российских, и они занимаются исследованием химического состава атмосферы Марса с очень-очень-очень беспрецедентно высокой чувствительностью. То есть микроскопические концентрации, там миллиардные доли буквально, значит, они фиксируются с помощью вот этого аппарата, он сейчас работает. Ну и совсем недавно, вот еще там полгода назад, американцы посадили на Марс космический аппарат InSight, на нем впервые стоит сейсмограф, на нем впервые стоит устройство, которое там пытается как-то, значит, дергаться, значит, и внедряться в грунт постепенно все глубже и глубже. Он должен, по планам, он должен был где-то на пять метров углубиться, за ним тянется, значит, шлейф кабелей, вот, и почувствовать там и тепловой поток внутри, и, так сказать, сотрясение марсианского грунта и так далее. Не очень получается, там где-то на полуметровой глубине, они, видимо, на очень какой-то плотный камень, так сказать, попали, и он как-то дальше не идет, но, в общем, с этим пытаются справиться с этой проблемой. Этот аппарат работает, то есть мы впервые сейчас будем получать сейсмические данные с поверхности Марса. Так, ну вот, здесь это снимок, который Инсайд сделал, это такое селфи своеобразное, да, то есть аппарат передал изображение, вот, так сказать, своего прибора, который внедряется в марсианский оранжевый песок. Вот, ну вот такие снимки получаются с орбиты, это снимок с европейского аппарата Марс Экспресс, вот такие снимки получаются с марсоходов. Обратите, пожалуйста, внимание, слева внизу стоит штришок 1 сантиметр. Вы понимаете, с каким разрешением? А представьте себе, что специальный манипулятор подносит фрезу к камню, режет этот камень, а потом специальный манипулятор с микроскопом подходит вплотную к этому камню, и мы видим доли миллиметра, так сказать, срез этого камня, который изучается, высококачественные снимки передаются на Землю, ну фреза сейчас уже, как я понимаю, не работает, но работала изначально, по крайней мере. Да, ну вот что мы здесь видим? Это древний ручеек, то есть сейчас там воды нет, сейчас там сухо и очень холодно, а вот тут, видите, вот тут вода текла, тут камешки сцементировались когда-то водой, да, то есть вот в давние-давние времена, почти 3 миллиарда лет тому назад, на Марсе было тепло, влажно, вот, мы сейчас знаем, да, что даже сейчас иногда вечная мерзлота прорывается, и на склонах кратеров возникают вот такие грязевые потоки, очень холодно, низкое давление, поэтому вода сразу замерзает, но она все-таки немножко успевает вот такую грязь показать, видите, это вот снимки с космических аппаратов марсианских, вот, сейчас уже геологи, геохимики, гидрологи, то есть люди, казалось бы, очень далекие от астрономии, плотно работают с этими данными по Марсу, они уже разбили там на отдельные периоды, видите, выделяют Нойский период на Марсе, Гисперийский период и длящийся до сегодняшнего дня так называемый Амазонейский период, это разные климатические эпохи, менявшиеся на Марсе, да, то есть сейчас мы очень много знаем о Марсе, прямо о монографии, тысячи статей, вот, потому что информация, которая получается этими космическими аппаратами, чрезвычайно, ну, широка, что называется. Мы говорим о том, что вот на Марсе был океан, не такой глубокий, как на Земле, там глубина его была, наверное, десятки, может быть, сотни, в лучшем случае, метров, и вот так называемая Великая Северная равнина, которую мы сейчас наблюдаем на Марсе, где почему-то нет никаких древних метеоритных кратеров, это объясняется как раз тем, что там была вода, осадочные породы, эти кратеры все просто замыты и заполнены вот осадочными породами, поэтому, ну, сейчас все сухо там, но кратеров там нет, потому что вот они ушли под вот эти свои бывшего марсианского океана. Вот, ну, и очень интересная задача, которую как раз решает один из наших приборов на борту европейского спутника, это определение содержания метана в атмосфере Марса. Метан был обнаружен раньше, и наземная техника, телескопы, спектроскопы, спектрографы, да, и вот марсоход, видите, там прямо написано, высокие значения метана, то есть шел марсоход и отмечал, что метана стала больше, метана стала меньше, почему-то, да, но метан долго не живет в атмосфере Марса, там нет озонового слоя, молекулы метана быстро разрушаются солнечным ультрафиолетовым излучением, значит, если там есть метан, это значит, что он появился, ну, грубо говоря, вчера, да, то есть какие-то процессы его произвели, потому что если бы он был древний, он бы уже распался, значит, что-то его постоянно поставляет в атмосферу Марса, на Земле источником метана являются живые организмы, они спускают метан в атмосферу, ну и вулканизм все-таки дает, да, какую-то долю, вот, поэтому метан очень интересно, поэтому прибор российский на борту у европейского аппарата меряет метан, вот, но удивительные вещи таковы, то есть этот аппарат, прибор работает, да, то есть он отважен, все, метан он не обнаружил, то есть вообще, то есть вот то, что метан пропал, в этом ничего удивительного нет, вот, потому что ультрафиолетом солнечным он мог быть разрушен, это достаточно быстро происходит, но теперь будем ждать, вдруг появятся новые выбросы метана в атмосферу, будем надеяться, что прибор их попытается почувствовать, во всяком случае, и мы тогда получим какую-то информацию о том, с чем это может быть связано. Так, значит, теперь двигаемся дальше, за Марсом находится так называемый главный пояс астероидов, обратите, пожалуйста, внимание на надпись сверху, на сегодняшний день известно примерно 730 тысяч астероидов, летающих вокруг Солнца, на орбитах между Марсом и Юпитером. Современная техника наземная, современные телескопы позволяют обнаруживать по 100, по 150 новых, ранее неизвестных астероидов в день, по 100 в день. Вот, надо осознать вот эти вот числа, да, поэтому сказать точно, вот сколько их сегодня известно, да, то есть вот надо вот за этим следить, мощная база данных, компьютеры тут же отрабатывают, вот что мы увидели, что там на новом кадре, это уже известные астероиды, если нет, то какие из них еще неизвестные, да, то есть вот, причем мы говорим сейчас об астероидах только тех, которые больше километра в размерах, а сколько там всякой мелочи, которая меньше километра в размерах, да, тут даже оценить сложно, вот, ну вот существует несколько снимков, полученных с близкого расстояния космическими аппаратами, работавшими в главном поясе астероидов, ну вот, например, астероид Эрос, это вот такая каменная глыба длиной почти в 34 километра, вот, ну вот здесь собраны в одном масштабе разные астероиды, которые исследовались с космическими аппаратами, американскими прежде всего, отчасти европейскими в меньшей степени, вот это астероид Веста, который сейчас считается самым большим астероидом, раньше считался астероид Церера, но Цереру повысили в звании, Церера теперь карликовая планета, а не астероид, да, и Веста заняла место первого астероида по размерам, то есть вот большая ось Весты, длина почти 570 километров, то есть вот, ну остальные меньше получается, а вот она Церера, ну вот она круглая, поэтому не астероид, а карликовая планета, вот, ее диаметр почти 960 километров, вот посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию, это американский космический аппарат Доун, который летал на орбите вокруг Цереры, то есть вот такого качества изображения получаются сейчас вот на расстоянии, там, ну в 5 раз дальше, по сути говоря, от Солнца, чем у нас Земля находится, и вот смотрите, на Церере было обнаружено очень странное образование, которое называется гора Ахуна, высота ее 4 километра, больше ничего подобного на Церерии нет, вот она одна такая, это такое коническое образование, склоны под углом примерно 30-40 градусов к поверхности, то есть судя по всему, гора Ахуна, вот она тоже, видите, на краю сверху там она видна, такой вот торчит конус срезанный, холм без вершины, и скорее всего это Крио-вулкан, то есть там извергается ледяная лава, а что такое ледяная лава, это просто холодная вода со льдом, и вот она, видимо, там выбрасывалась, истекала по склонам, и, конечно, замерзала, и вот постепенно образовывала вот такой огромный конус, вот еще раз, видите, как он выглядит, блестящие ярко вот эти склоны, то есть это такие ледяные склоны, да, то есть вот если прокатиться по такому склону, 30 градусов наклона, длина там, ну, там километров 5, наверное, да, вот может быть, когда-нибудь кто-нибудь сюда и попадет. И вот сейчас на наших глазах происходят совершенно потрясающие вещи. В главном поясе астероидов работает японский космический аппарат Хаябуса-2, который вышел на орбиту вокруг астероида Рюгу, да, летает вокруг него, снимает его с близкого расстояния, посмотрите, вот это снимки с близкого расстояния, видите, это тень от аппарата, сам аппарат там виден, да, и солнечные батареи, тень падает на этот астероид, астероид крошечный, сила тяжести у него мизерная, если бы вы туда попали, и я бы туда попал, я бы там весил, там, я не знаю, миллиграмм, может быть, да, то есть подпрыгнул и улетел в космос. И вот здесь рядом медленно на очень небольшой скорости движется вокруг него вот этот аппарат Хаябуса-2, и он пытается исследовать все это с близкого расстояния и брать образцы грунта, посмотрите, что происходит. Значит, вот он ползет, он плывет над астероидом, и у нас в поле зрения проплывают вот эти камни, валуны, пыль, которая когда-то была набрана этим самым небесным телом. Вот такие снимки. Маленькие космические аппаратики, зонды, которые были сброшены с Хаябусы-2 на поверхность, они там буквально размер, вот буквально там десятки сантиметров, маленький аккумулятор, очень небольшое количество аппаратуры, они там прыгали по поверхности астероида, пока аккумулятор не сел, да, то есть вот сейчас современные технологии позволяют такие вещи делать. Ну и здесь вот тоже это изображение, когда была попытка в первый раз забрать грунт со стероида, то есть с этого борта космического аппарата выстрелили пулей, состоящей из тантала, она воткнулась в грунт, там камни полетели во все стороны, вот и специальная ловушка захватила там часть этого материала, взяла на борт, это будет повторяться еще два раза, в течение 2019 года эта машина будет работать возле астероида Рюгу, ну и потом она пойдет к Земле и привезет образцы грунта астероидов, по сути говоря, это совершенно замечательный проект, который тоже реализуется на наших глазах, смотрите, следите за новостями, заглядывайте в интернет, смотрите, что сейчас происходит в главном поясе астероидов. Одновременно возле астероида, который называется Бенну, работает американская автоматическая межпланетная станция Ассирис-Рекс, и вот видите, то есть мы тоже видим этот астероид с близкого расстояния, мы получаем снимки совершенно потрясающего качества, видите, огромные глыбы какие-то там лежат, то есть на поверхности этого маленького астероида, вот, и Ассирис-Рекс тоже будет захватывать грунт, и он повезет его на Землю, то есть, по сути говоря, впервые сейчас на наших глазах делается вот такой удивительный проект, да, то есть вот с очень близкого расстояния рассматриваем каменную поверхность астероида, измеряются, видите, там нагрев его дистанционно, и так далее, и так далее. Ну, раз уж мы говорим об астероидах, я должен упомянуть о очень интересном объекте, который был открыт в 2017 году, хотя он, строго говоря, к главному поясу астероидов никакого отношения не имеет, более того, похоже, что этот объект вообще не имеет никакого отношения вообще к нашей Солнечной системе, то есть, когда он был обнаружен, он шел с гигантской скоростью, шел практически прямо к Солнцу, и его скорость показывала на то, что он пришел из межзвездного пространства, он пришел от каких-то других звездных систем, соседних с нашей Солнечной системой, он пронесся рядом с Солнцем, гравитация Солнца развернула его траекторию, и он сейчас стремительно уходит из внутренних областей Солнечной системы. Поскольку он был открыт с помощью телескопа на Гавайских островах, открыватели назвали его словом из гавайского наречия, смысл этого слова «гость», «неожиданный гость», а звучит это как «оу-муа-муа», то есть, это гавайское слово, и более того, значит, разглядеть его поверхность не получается, он очень быстро летит, и он очень маленький, даже крупнейшие телескопы не могут рассмотреть его поверхность, но стало ясно, что он какой-то странно длинный, то есть, похоже, что длина его примерно в 10 раз больше, чем ширина, и поэтому художники тут уже изощрялись и пытались нарисовать, как он может выглядеть, то есть, вот его изображали вот таким образом, то есть, тоже можете поискать в интернете, есть вот такие замечательные картинки, но я повторяю, что это фантазия художника, правда, фантазия художников, конечно же, значит, пошла дальше, и поэтому и вот такие картинки там появились, про него, что раз он длинный летит из других звездных систем, значит, это корабль, межзвездный там и так далее, ну, понятно, что это не так, на самом деле, но я просто хочу обратить внимание, что раньше мы такие объекты просто не могли увидеть, потому что он слишком быстро летит, да, и на экспозиции, которые делаются даже на больших телескопах, он не успевает зафиксироваться, раз мы такое увидели, значит, если они вообще есть такие объекты, мы их и дальше будем открывать, будем надеяться, ну, вот такая вот новость последних лет, что называется. Планета Юпитер, ну, во-первых, новость такая, в прошлом году открыто еще 12 дополнительно ранее неизвестных спутников Юпитера, на сегодняшний день их известно 79 штук, скорее всего, это не конец, значит, если там они есть, то они будут открываться и дальше, вот, причем замечательно то, что открыты они с помощью наземных средств, не с помощью космических аппаратов возле, да, то есть, а при наблюдениях Земли, это означает, что наша наземная астрономия, она постепенно тоже продвигается и позволяет решать те задачи, которые раньше решать не могла, вот, ну, возле Юпитера работали, ну, это давно уже было, да, на рубеже 20-21 веков, замечательный первый искусственный спутник Юпитера Галилео, вот, когда он исследовал не только саму планету Юпитер, но и спутники Юпитера, например, Иос с его аномальным вулканизмом, или спутник Европа, где, судя по всему, под 10 километров, льдом лежит 100 километровой глубины толщины океан из жидкой соленой воды, вот, то есть совершенно удивительные миры обнаруживаются возле планеты Юпитер, требуют своего исследования дальнейшего, сейчас на орбите вокруг Юпитера работает американский космический аппарат Джуна, или Юнона, он летает впервые на орбите над полюсами Юпитера, то есть обозревает полюса с близкого расстояния, никто раньше так близко к Юпитеру не подходил, как вот этот аппарат Джуна, значит, вот видите, на нем впервые стоят солнечные батареи для юпитерианского аппарата, потому что, ну понятно, что Юпитер настолько далек от Солнца, что эффективность солнечных батарей там всегда была низкой, там ставили радиоизотопные источники питания, а тут, так сказать, качество солнечных батарей поднялось настолько, эффективность, да, они, конечно, большие, они там по 12, по 15 метров, вот эти панели солнечных батарей, но они обеспечивают питание даже на таком большом расстоянии от Солнца, вот, и вот посмотрите, пожалуйста, на снимки Юпитера, который передает аппарат Джуна, это что-то совершенно потрясающее, то есть это, ну, если хотите, художественную ценность представляют эти снимки, на самом деле, это вихри атмосферы, это холодная атмосфера, скорость этих вихрей там достигает километров в секунду, да, то есть могучие процессы идут в этой атмосфере, и вот какие-то замкнутые вихри области повышенного давления, пониженного давления, то есть вот аппарат Джуна сейчас изучает вот всю эту динамику атмосферы верхней Юпитера, и, конечно, это совершенно удивительные вещи, то есть мы сейчас тоже много-много нового интересного узнаем про эту огромную планету. Так, если говорить про планету Сатурн, то, ну, совсем последних данных нет, потому что вот уже, к сожалению, завершена история работы замечательного американского космического аппарата Кассини, одного из самых эффективных, наверное, за всю историю межпланетной космонавтики. аппарат стал первым искусственным спутником Сатурна, работал вот с 1997 по 2017 год, то есть фактически 20 лет, даже чуть больше он работал, вот, и он обогатил отечественную, прошу прощения, земную науку, к сожалению, не отечественную, а, значит, науку земную, просто фантастическими и по красоте, и по информативности снимками планеты Сатурн и ее спутников, да, то есть вот это кольца Сатурна, шириной почти 60 тысяч километров, состоящие из многочисленных пылинок, маленьких частичек, частичек большего размера, и там же видны спутники, то ли, более 60 спутников у Сатурна известно, видите, вот тут вот солнечные лучи падают сквозь кольца Сатурна, проходят, и мы видим тени от этих колец, падающих на диск планеты, то есть вот совершенно замечательные снимки, вот это в контровом свете сфотографирован Сатурн с его замечательными кольцами, вот видите, вот один из спутников, один из самых интересных спутников, Титан, он больше Меркурия, у него есть атмосфера, у единственного из спутников в Солнечной системе, у него есть холодная, но очень плотная азотная прежде всего атмосфера, а здесь, видите, кольца, вот голубая горизонтальная линия, это кольца с торца, они очень тоненькие, и видите, на фоне вот этих колец видны маленькие шарики, это спутники, я уже сказал, что их там больше 60, на самом деле, там, наверное, их еще больше, и вот целый зоопарк спутников Сатурна, который был сфотографирован аппаратом Кассини, Пиметей, например, Янус, например, да, то есть вот Мимос, Энцелад, тоже очень интересный спутник, один из самых ярких белая поверхность, покрытая льдом, да, и аппарат Кассини обнаружил, что из-под этого льда бьют горячие гейзеры теплой воды, и эта вода выбрасывается прямо в космос, вот это настоящий снимок, это не на компьютере нарисовано, да, то есть солнечными лучами, вот этот гейзер сфотографирован, получается, да, он подсвечен солнечными лучами, вот, конечно, эти частички тут же превращаются в маленькие ледяные кристаллики, и аппарат Кассини прошел прямо сквозь вот этот выброс, вот, и он дает показания, что, да, это вода, это ледяные кристаллики, что вот этот спутник греет внутри, что позволяет ему выбрасывать воду, значит, подо льдами там тоже теплый океан, раз вода жидкая, значит, температура положительная в шкале Цельсия, дальше можно придумывать все, что угодно, жизнь, например, да, какую-то под этим, мы ничего про это не знаем, мы только-только начинаем сейчас видеть вот эти вещи, вот, ну, и был замечательный эксперимент, когда европейский посадочный аппарат Гюйгенс, установленный на американском космическом аппарате Кассини, был сброшен на парашюте на поверхность Титана, значит, он совершил посадку, и мы тогда получили уникальный снимок, вот до сих пор это самый дальний снимок с поверхности какого бы то ни было небесного тела в Солнечной системе, с поверхности спутника Сатурна под названием Титан. Температура минус 200 градусов примерно, вот то, что мы видим, вот эти желтые камешки, это углеводороды, это замерзший метан, это замерзший этан, это замерзший этилен, вот там, видимо, в атмосфере, которая там есть, там осуществляется круговорот метана и этана, да, то есть, вот испаряются метан и этан, значит, образуются тучи, оттуда идут метановые дожди, текут метановые ручейки, впадают в метановые озера, самые большие озера размером с Каспийское море, представляете себе, и все это при температуре минус 200 градусов, да, то есть, совершенно удивительный холодный мир, вот, который, вот мы его только-только коснулись, да, и вот очень мало что про него знаем, но вот Кассини исследовал, в частности, не только Сатурн, но и спутник под названием Титан, вот Гиперион, так, вот про Уран и Нептун, это две планеты, которые у нас остались, крупные планеты, в общем, мало что нового можно сказать, потому что один единственный космический аппарат за всю историю, это американский Voyager 2, еще в 80-е годы прошлого века, прошел последовательно мимо Урана и Нептуна, по пролетной траектории, передавал информацию, вот, ну, снимки были вот такого качества, да, то есть, я хочу сказать, что сейчас с наземных телескопов получается сходное качество, не надо было туда 10 лет лететь, да, можно с таким качеством уже сейчас, современной техникой, такого же снимки качества получать, мы видим, что тогда были открыты кольца Урана, они послабее, они поменьше, чем у Сатурна, но, тем не менее, они там есть, известны 27 спутников Урана, но, скорее всего, их там больше, на самом деле, вот, тогда давным-давно еще в объективы аппарата Voyager 2 попали несколько спутников, в частности, вот, спутник Миранда, но, я повторяю, это не новость, это старые данные, а новых, особенно, данных нет, а вот про Нептун есть сравнительно новые данные, ну, как новые, с 13-го года открыт 14-й спутник, да, раньше во всех учебниках писали про 13 спутников, сейчас мы должны говорить про 14 спутников, и вот я показываю вот это новости, это просто снимки, которые сейчас, в наше время, на крупнейших телескопах мира получаются, если мы будем наблюдать Уран и Нептун, то есть качество, в общем, учитывая совершенно сумасшедшее расстояние, да, то есть, Уран в 19 раз дальше от Солнца, чем Земля, а Нептун в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля, там уже почти 4 миллиарда километров, тем не менее, видите, на картинках даже какие-то детали видны, и вот за орбитой Нептуна, начиная там с 70-х, 80-х годов прошлого века, мы знаем, что существует второй пояс малых тел, это так называемый пояс Койпера, вот, ну, сейчас там известно более 2000 небесных тел, ледяных, размерами в сотни километров, некоторые в первые тысячи километров, и там же находится то, что мы раньше называли планетой Плутон, а теперь мы называем карликовой планетой Плутон. Космический аппарат Новые Горизонты, Соединенные Штаты Америки, в 2006 году был запущен к Плутону, 9 лет он летел в сторону Плутона. Когда он стартовал, Плутон был еще планетой. Как раз в августе 2006 года, вскоре после запуска, понизили Плутон в звании, назвали его карликовой планетой, посмотрите, пожалуйста. Летом 2015 года аппарат Новые Горизонты после 9 лет полета сфотографировал поверхность Плутона, никто не ожидал увидеть вот такое. Оказывается, он очень разнообразен. Там есть зоны совершенно разные по морфологии. Мы понимаем, что температура там почти минус 200 градусов, и мы думали, что это совершенно мертвый мир. Вот сразу нарисовали вот такую картиночку. Еще раз вернусь обратно. Видите, вот такая сердцеобразная гигантская равнина на Плутоне. Американцы предложили для нее название равнина спутника, отдавая должное первому искусственному спутнику Земли, который был запущен Советским Союзом в 1957 году. Вот это равнина спутника. Да, значит, ну вот спасибо за визит, говорит нам Плутон. Вглядитесь, пожалуйста, в это изображение. На расстоянии почти 40 раз дальше от Солнца, чем Земля, это холодный мир карликовой планеты Плутона. Это настоящий снимок. Это не выдумка, это не придумано компьютерными графиками. То есть мы видим какие-то горы ледяные, мы видим какие-то равнины ледяные, мы видим слабенькую атмосферу, мизерную, вот она на просвет здесь светится, она состоит из азота. Мы бы сказали, что это вакуум, но все равно она там не ноль, то есть плотность не нулевая. То есть слабенькая, холодная атмосфера этой удивительной карликовой планеты. Посмотрите, значит, вот детали карлика, это из равнины спутника. Никто такого не ожидал. Какие-то вот странные детали рельефа. Это лед, причем это замерзший азот, азотный лед, но в нем мы видим какие-то, видите, вот прямо правильные структуры, многоугольные, то есть похоже, что там работает конвекция, то есть восходя... Лед течет, да, он течет медленно, тысячами, десятками тысяч лет, но там, видимо, идут какие-то медленные, грандиозные вот такие процессы, когда поднимается вещество сверху, потом по краям опускается, конвективные ячейки, а темные пятнышки, ну вот сейчас американские специалисты говорят, что это лед из воды, то есть это водяные глыбы, которые выносятся из глубин, вытаскиваются вот этими потоками наверх, на поверхность, то есть вот какие-то процессы идут. Значит, а вот на это посмотрите, то есть это явные следы течения каких-то жидкостей на поверхности Плутона при температуре минус 200 градусов, и спектральные измерения показывают, что это тяжелые углеводороды, смесь этих углеводородов, которые называются талины, и вот они, оказывается, могут течь при низких температурах, целые русла какие-то, они там впадают в низины, стекают, в кратеры какие-то, они впадают и так далее. Вот гора Райт, это тоже криво вулкан, то есть вот, видимо, внизу все-таки есть жидкая вода, если жидкая вода, значит тепло, да, и вот эта жидкая вода выдавливается, стекает по склонам, замерзает, конечно, гора становится все больше, ледяная лава, то есть вот какие-то удивительные вещи на Плутоне происходит, этого не ожидал совершенно никто, но вот видите, вот горный рельеф и вот равнинный рельеф, то есть очень все разнообразно. Вот это самый крупный спутник Плутона, который называется Харон, и тут, значит, уже открыватели вот этих структур, они предложили использовать для названий на Хароне всякие названия, взятые из всяческих фэнтези, и в частности странное громадное красноватое пятно вблизи полюса Харона получило название Мордор. Ну и там вот, если вы заглянете в интернет, посмотрите, вот что там на Хароне какие названия, там все забавно на самом деле, да, то есть вот фэнтези там присутствует очень широко. Но вот кроме Харона еще четыре спутника маленьких у Плутона оказывается есть, ну и вот здесь вот показаны, видите, снизу земля, а тут в масштабе показаны те карликовые объекты пояса Койпера, которые на сейчас, на сегодняшний день открыты, они открываются один за другим, да, то есть это вот ледяные глыбы размерами в сотни километров, да, в первые тысячи километров, то есть это тоже вот очень интересный объект пояс Койпера за орбитой Нептуна. Ну вот, например, летает по вытянутой орбите карликовая планета Эрида, которая была открыта в самом начале 21 века, она чуть-чуть меньше Плутона, но Плутон, ну он тоже по вытянутой орбите летает, но не настолько сильно вытянутый, как, например, Эрида. То есть вот таких шариков и разных вообще объектов, видите, наоткрывали огромное количество, эти открытия продолжаются, продолжаются, это вот только небольшая выборка из того, что мы знаем в поясе Койпера за орбитой Нептуна. Ну и вот тот же самый аппарат Новые горизонты, который исследовал Плутон с близкого расстояния, продолжал лететь дальше и дальше от Солнца почти радиально, он пролетел еще 4 года и в Новый год 1 января 2019 года был встречен замечательными снимками еще одного небесного тела, к которому был направлен этот аппарат. Ну, видите, сначала было что-то непонятное, что-то такое расплывчатое, там с большого расстояния, но ясно какая-то длинная странная структура, там написано 10 миль, уже назвали сразу этот объект Ультима Туле, то есть это какая-то остров, мифический выдуманный остров на латинском языке, где он где-то очень далеко, на краю света, ну, понятно, вот действительно очень далеко, и вот мы получили, когда серию новогодних снимков 1 января 2019 года, вот такая штука, вот как выглядит эта самая Ультима Туле, конечно, там все говорили, что это новогодний снеговик вот такой, да, замечательный, естественно, сразу придумали, что вот большая часть нижняя, вот эта, пусть она называется Ультима, а вот эта верхняя часть снеговика Туле, вот, ну и так далее, да, то есть вот такой объект, это еще не самый лучший снимок, а самых лучших снимков мы еще не видели, потому что трафик очень ограничен, и космический аппарат наснимал там огромное количество информации, и на протяжении примерно полутора лет он будет понемножечку их передавать, значит, мы будем их принимать, расшифровывать, получать кадры с хорошим разрешением, то есть это вот пока вот только самые первые данные, которые были получены во время новогоднего пролета вблизи космического аппарата Ультима Туле. И вот еще что оказалось, мы-то думали, что это как бы два шарика таких, а тщательно исследования уже тех снимков, которые есть, показывают, что это не шарики, это какие-то вот две плоские структуры, мы такого вообще никогда не видели, да, но вот только-только начинаются исследования таких вот, может, еще там что-то есть в поясе Койпера такого рода, да, то есть вот то, что мы сейчас знаем. Так, ну и напоследок немножко про кометы, то есть это ледяные тела, которые движутся по вытянутым орбитам вокруг Солнца, размеры ледяных ядер невелики, есть небольшое количество тоже снимков с близкого расстояния, выполненных космическими аппаратами, комета, вот, Твильд-2, Темпель-1, например, значит, это был нанесен удар американской медной болванкой со скоростью почти 2 км в секунду по ядру кометы, чтобы посмотреть, что получится, то есть оттуда полетело вещество в общие стороны, спектральные данные этого вещества были исследованы, это мелкодисперсный лед, да, то есть кометы действительно состоят изо льда, вот, но комета Хартли, но, безусловно, прорыв был, по сути говоря, сделан несколько лет назад в результате полета европейского космического аппарата Розетта, который стал спутником ядра кометы Чурюмова-Герасименко, это два украинских астронома открыли эту комету еще в 1968, по-моему, году, вот, и на орбите вокруг этого ядра аппарат работал год практически, да, исследуя его с близкого расстояния, мы детально видим, как устроено ядро кометы, это вот на фоне Лос-Анджелеса как бы выглядело это ядро, ну, чтобы размеры себя представить, да, то есть, вот, несколько километров, и вот, никогда раньше, мы не даже представить себе, надеяться не могли, что мы будем видеть вот такие детальные снимки поверхности кометного ядра с близкого расстояния, то есть, отдельные камешки, которые лежат на поверхности этого ядра, да, то есть, вот это вот все съемки, снова я еще раз повторяю, это натуральные съемки европейского аппарата, вот, это не компьютерная графика, и мы видим, как, как вот в 15-м году, когда ядро кометы пришло поближе к солнцу, лед начал греться, из всяких трещинок, из каких-то там, значит, полостей внутри начал выходить газ, потому что температура растет, замерзший газ превращается в газ, давление его увеличивается, значит, лопаются кусочки, отлетают, и комета таким образом образует огромный хвост из пыли, из газа, который тянется потом за кометой. Так, ну и напоследок, самое последнее, о чем я хотел сказать, значит, я должен показать вот этих двух джентльменов, левого зовут Майкл Браун, правого зовут Константин Батыгин, это сотрудники, значит, это американские исследователи, планетологи. Браун, это как раз человек, который убил Плутон как планету, потому что он открывает один за другим объекты в поясе Койпера, что, собственно, и привело к постановке вопроса о том, чтобы Плутон исключить из списка планет, потому что, если Плутон планета, то остальные объекты тоже надо называть планетами, то есть, вот это все сделало актуальным вопрос, который был рассмотрен в 2006 году Международным Астрономическим Союзом. Так вот, эти два джентльмена говорят нам следующее, вот позапрошлом году они сказали, что как-то вот странно выглядят орбиты совсем уж далеких объектов, летающих вокруг Солнца, видите, они вот по вытянутым орбитам летают, вот все планеты, о которых я рассказывал, они там в серединочке где-то, они близко к Солнцу, а вот эти летают по очень вытянутым орбитам, но смотрите, оси всех этих эллипсов, они все в одну сторону, куда-то налево, вот, и Браун и Батыгин предположили следующее, что это произошло из-за того, что есть еще неоткрытая, неизвестная, тяжелая, массивная планета, которая летает вокруг Солнца, наоборот, направо она летает по длинному эллипсу, вот здесь это показано, вот, и это может быть достаточно крупная планета, гораздо больше Земли, вот, которая даже, когда она ближе всего к Солнцу подходит, она все равно гораздо дальше там Нептуна и гораздо дальше пояса Койпера, а уходит совершенно в невероятную даль, когда уходит вот в Афелии свои орбиты совсем далеко. Трудно сказать, где она находится вот на своей орбите, то есть, вот, примерные прикидки есть, но вот где-то в пределах вот этого сектора, который здесь на этом чертеже показан. Сектор Громадин. Поля зрения телескопа очень мало. Если мы возьмем и будем весь этот сектор просматривать с помощью одного телескопа, на это могут уйти годы. Вот, но тем не менее, эта идея вызвала большой интерес, поэтому один из телескопов, стоящих на Гавайских островах, японский телескоп, Субару с зеркалом диаметром 8,2 метра, работает сейчас вот по этому сектору и пытается найти, нет ли там действительно девятой крупной планеты Солнечной системы, которая совсем особенная, которая летает по совсем особенной орбите. ну вот, раньше оценки были такие, видите, слева Земля, справа Нептун, а вот эта вот девятая планета между ними, я напоминаю, она не открыта, да, то есть это только косвенные данные, что может быть, она существует, вот, ну и вот тут Браун делает доклад, показывает чертеж, где, значит, обосновывает, что такая планета может быть, и вот совсем недавно, уже в 19-м году, Батыгин и Браун снова выступили, говоря о том, что новые данные о новых открытых телах открываются один за другим, новые-новые тела, вот там вот, очень далеко от Солнца, да, но это пока не то, чего ожидается, но у них у всех орбиты вот такие же, и поэтому сейчас, вот уже в 19-м году, Батыгин и Браун сказали, что вероятность того, что эта планета существует, она близка к 99%, это значит, что мы можем ее открыть вот буквально в 19-м году, либо в 20-м, ну уж как повезет, но, судя по всему, там переоценка дается такая, что масса ее все-таки поменьше, то есть это скорее не планета-гигант, а это что-то типа очень большой Земли, то есть твердая каменистая планета, вот есть термин супер-земля, то есть вот это, наверное, из класса супер-земель такая планета, ну и расстояние ее тоже поменьше, чем они думали раньше, должно быть, то есть вот 400-500 астрономических единиц, одна астрономическая единица это среднее расстояние от Солнца до Земли, да, то есть 400-500 раз дальше, чем Земля, вот, ну вот, поэтому мы сейчас, конечно, все ждем, что получится в результате поиска вот эта башня телескопа Субару, которая как раз просматривает вот этот сектор в надежде обнаружить тяжелую девятую планету Солнечной системы, это вот тоже такая новость, что называется, которая еще не новость, но хотелось бы надеяться, что она в астрономическую новость превратится, так, ну вот это, собственно, все, что я хотел рассказать, вот, такой краткий обзор новостей Солнечной системы, спасибо. Спасибо большое, это были последние новости Солнечной системы от Сергея Актуровича Язева, а сейчас наша следующая, как бы, часть нашего мероприятия, это вопросы из зала, и сегодня у нас, как бы, будут подарки для тех, кто будет задавать вопросы, подарки от фонда Траектория. Итак, поднимайте руки, задавайте вопросы, и в конце мероприятия вы получите вот такие симпатичные книжечки. Начнем. Добрый день, меня Ольга зовут, я хотела бы у вас узнать, а вот когда вот рассматривает вот эту девятую планету, вы не рассматриваете, что их там может быть несколько, которые там мотаются? Ну, мы не рассматриваем, я просто сейчас транслирую то, что говорят, значит, Батыгин и Браун, вряд ли, вот, потому что, ну, то есть, вот, ну, так будем говорить, все данные, которые есть на сегодняшний день, они свидетельствуют в пользу того, что если на начальных этапах развития солнечной системы и был выброшен какой-то крупный объект, то, скорее всего, он был все-таки один. Строго говоря, вот на 100% сказать, конечно, мы ничего не можем, вот, но, скорее всего, он все-таки. А вот эти вот орбиты, которые идут вот слева, они все в разной плоскости наклонены, или это, то есть, системы нет? системы нет, они в разных плоскостях, всякое разное, да. Сергей, скажите, пожалуйста, вот вы в самом начале лекции говорили о том, что есть импактная теория возникновения Меркурия, вот, я просто слышал, что Меркурий, возможно, тело, которое было, как Луна у Земли, заесть Меркурий был спутником Венеры, которую она потеряла, и он, соответственно, ушел на околосолнечную орбиту. Мы немножко о разных вещах говорим, я говорил не о происхождении Меркурия, да, а о том, что, почему у него вот такое большое железное ядро, то есть, что, может быть, каменную оболочку снесло каким-то ударом. Вот, да, гипотеза, о которой вы говорите, она существует, она просчитывалась на суперкомпьютерах, и, строго говоря, нет, как бы, никаких принципиальных возражений против того, что такое могло быть, то есть, что Меркурий был, речь идет о том, что Меркурий мог быть спутником Венеры, а из-за большой массы Венера его со временем просто потеряла, и он стал отдельной планетой. Это не исключено, это не противоречит вообще никаким законам природы, что называется, но окончательно, мы на сегодняшний день, мы этого не знаем. И не знаю, узнаем ли. Вот так вот сказано. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Я хотела спросить, скажите, вот Земля, она вроде как отрицательно заряженная, ядро планеты отрицательно заряженная, то есть, при грозах, при, не знаю, каких-то климатических, не знаю, климатических каких-то изменениях, она может выбросить там до 15, не знаю, там водородных бомб, ну в смысле по энергии. Я хотела спросить, если есть отрицательно заряженная планета, положительно заряженная планета есть? Я хочу ответить таким образом, на самом деле небесные тела, а в целом они электрически нейтральны. Я не знаю, почему вы сочли, что Земля отрицательно заряжена, потому что, конечно, если частицы какие-то распадаются под воздействием чего-то, то есть положительные заряды, есть отрицательные, если издали посмотреть, то в среднем, значит, ноль. Локальные электрические заряды, безусловно, есть, и в атмосфере есть электрическое поле, но в целом планета нейтральна. И, в общем, это касается всех, по сути говоря, небесных тел. Поэтому вот ответ такой. Спасибо за лекцию, Сергей Арктурович. Хотелось бы узнать ваше отношение к теории Роберта Зубрина, его плану Марс-Директ или Полу-Директ. Насколько это для профессионалов, с их точки зрения, астрономов, инженеров, насколько это реально, его идея. Именно, я напомню, бюджет 50-55 миллиардов и 10 лет. И технологии, имеющиеся на сегодняшний день. То есть, не технологии завтрашнего дня. И человека доставляем на Марс, он работает полтора года и обратно. Насколько это реалистично звучит? Спасибо. С моей точки зрения, вот современные технологии действительно способны, так сказать, обеспечить перелет человека на Марс и возвращение его назад. Вот. То есть, дело только в деньгах, на самом деле. То есть, если набрать, грубо говоря, там 50-60-70 миллиардов долларов, вот, и поставить эту задачу, то с применением современных технологий сделать это можно, да. То есть, мы сейчас это можем делать. Там некоторые проблемы возникают с радиационной безопасностью на стадии перелета, но даже с этим, вроде бы, начинается, становится понятно постепенно, как с этим бороться. Вот. То есть, это не непреодолимая задача. Вот. Но поскольку, насколько я понимаю, таких денег просто реально никто не дает, ну, то есть, с этой точки зрения проект выглядит нереальным, потому что все-таки 50 миллиардов долларов, это очень большая сумма. Я напомню, что весь проект полетов на Луну, программа Аполлон, ну, правда, в деньгах, в ценах 60-х годов, это примерно 25 миллиардов, вот, я не знаю, там, за счет инфляции, сейчас это за 100 миллиардов долларов, но это было громадно, так сказать, и очень многие выступали, включая там люди в Конгрессе США, что не стоит вот тратить такие деньги. И вот, то есть, я считаю, что дело только финансирование, по сути говоря. Технически это действительно возможно. Перелет к Марсу на современных, значит, аппаратах, значит, до Марса лететь примерно 9-8 месяцев, на самом деле, мы это вот видим постоянно. Первые перелеты, которые еще в 60-е годы были, там, на мощных ракетах, можно за 6-7 месяцев долететь в один конец. То есть, это вот как-то реально вполне. Спасибо. Можно рассказать, Скажите, пожалуйста, вот у меня дети любят озадачивать своих родителей, задавая им вопрос, так сколько же планет в Солнечной системе? Ну, вот история с Плутоном, а в старых учебниках астрономии про Эриду вообще ничего не было написано, и про другие планеты. Ну, понятно, она не была открыта еще. Так вот, все-таки, как им правильно отвечать, правильно ли называть там Плутона, Эриду и другие планеты, которые находятся вот за поясом Койтера, кометами, либо вот еще такой термин, как планетоид? Значит, смотрите, поскольку человечество делегировало вот все эти определения Международному астрономическому союзу, Международный астрономический союз принял вполне четкое решение. Он принял определение, что такое планета, он принял определение, что такое карликовая планета. Поэтому, начиная с августа 2006 года, мы говорим, что в Солнечной системе есть 8 классических планет. Может быть, вот если то, о чем я в конце рассказывал, будет открыто 9, значит, будет 9. Пока она не открыта, значит, 8. Объекты типа Плутона, типа Цереры, еще целого ряда объектов пояса Койпера, это карликовые планеты. Вот, для них есть вполне, так сказать, определенное определение, вот, поэтому здесь вот никаких неоднозначностей нет. Когда мы говорим о маленьких небесных телах, ледяных, например, движущихся там по вытянутым эллиптическим орбитам, мы говорим, что это кометы, это кометные ядра. Значит, если они состоят из камня, железа или камня с железом, мы говорим, что это астероиды. То есть, тут все однозначно. Так договорились считать. Да, вам вопрос, да, спасибо за лекцию. Вопрос такой, по поводу, лунной станции, китайской, как вы считаете, прогноз, они говорят о том, что уже в 30-м году уже будет действовать, функционировать полностью. На поверхности Луны вы имеете в виду? Да, да, да. Значит, Китай движется в космосе очень серьезно. Они вкладывают огромные деньги. Бюджет китайского, так сказать, космического агентства существенно превышает бюджет Роскосмоса. Вот, они движутся медленно, но они движутся очень верно, то есть вот их сбоев, по крайней мере, каких-то срывов, ну, их просто нет фактически. То есть они очень тщательно идут дальше. Они действительно объявили, там, пару лет назад о том, что они будут заниматься освоением пространства от Земли до Луны. То есть создание, видимо, каких-то аппаратов на окололунной орбите, включая в конечном итоге пилотируемые. Создание лунной базы это тоже в планах. Причем, значит, сейчас объявлено о разработке тяжелого носителя вот с гигантской грузоподъемностью, там до 100 тонн, то, что Китай собирается сделать. У них этого всего еще ничего нет. И идут они не очень быстро, но вот у меня, например, нет никаких сомнений, что они все это реализуют. Поэтому я думаю, что да, ответ положительный, да, так будет, но думается мне, что это все-таки не к 30-му году, а немножко попозже. Я бы сказал, что это где-то первая половина середины 30-х годов. Это не самостоятельная Китайская? Да. Значит, по крайней мере, на сегодняшний день Китай ведет себя, так сказать, совершенно самостоятельно. Они, правда, говорят, что они, в общем, открыты для сотрудничества, но на практике пока они делают все самостоятельно. Но только что технология скафандров для выходов в открытый космос и так далее, там известно, что они применяли советские технологии, то есть, но это не то, что они их взяли без спроса, да, то есть тут действительно наша страна с ними делилась. Сейчас действительно ведутся переговоры с Китайским космическим агентством о совместных проектах будущего, но решений пока нет. Здесь вопрос. А, тут... Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня вопрос следующий. Очень много разговоров в последнее время ведется о Марсе, поселении на Марсе, полете на Марс. А почему бы не построить сначала поселение на Луне? Она же ближе, и нам с Луны куда комфортнее путешествовать к другим планетам за счет того, что там нет атмосферы, и мы можем просто за счет магнитов пулять куда захотим. Ну, я бы сказал, что мы прекрасно можем лететь на Марс без всякой Луны, потому что зачем сначала садиться на Луну, а потом с ней обзлетать, потому что можно стартовать с околоземной орбиты, в принципе, собирать тяжелые конструкции здесь. Но это просто такая оговорка. В принципе, вы совершенно правы. Конечно, перед тем, как идти далеко, надо, так сказать, отработать все технологии поблизости. И действительно, по сути говоря, сейчас к этому все и идет. Потому что даже, так сказать, Илон Маск, который говорил, что мы пойдем на Марс прежде всего, сейчас фактически речь идет о том, что в середине 20-х годов все начнется с Луны. И так же, как в планах НАСА, сначала все-таки работать на окололунной орбите, потом садиться на Луну, то же самое Илон Маск говорит, что мы сначала пойдем на Луну, значит, сейчас создается тоже тяжелый носитель, который будет позволять аппараты отправлять к Луне. Да, то есть сначала будет Луна. И только после этого будет Марс. Это просто видно уже по планам, которые объявлены. Можно, пожалуйста, дождаться микрофон, потому что у нас идет прямая трансляция, и наши зрители в трансляции тоже хотят услышать вопрос. Здесь молодой человек давно хотел задать. Вопрос. Не могли бы рассказать о программе, я так понял, есть согласованная до 2025 года, и какие есть еще новые идеи, прежде всего в отечественной, в космонавтике, что планируется после 2025, это то, что не вошло в программу. Так, ну, во-первых, сейчас говорится о создании А, нового космического корабля, который должен прийти на замену Союзу. Союз разрабатывался по сути с 1963 года, он летает до сих пор, и, по-видимому, он еще долго будет летать на эквоземную орбиту, но, безусловно, нужен новый корабль. Пока он называется Федерация, хотя руководитель Роскосмота Дмитрий Олегович Рогозин сказал, что, скорее всего, он будет переименован. Вот, хотя был конкурс, выбирали название, выбрали название Федерация, но мне оно тоже кажется не очень, в общем, хорошим. Поэтому предполагается, что 23, 23, 24, 25 годы, это испытание корабля, значит, который пока называется Федерация, вот, но я должен заметить, что корабль Федерация пока не на чем поднимать, потому что старая добрая ракета Р-7 такой груз, в общем, так сказать, с трудом поднимает или не поднимает совсем, поэтому, значит, стоит вопрос о создании более мощной ракеты, то есть, во-первых, надо доводить до ума ракету Ангара в разных модификациях, то есть, они, первые полеты были осуществлены, планируется, что ракета Ангара будет тяжелым в варианте летать уже с космодрома Восточный, принято решение о строительстве стартового комплекса на космодроме Восточный под ракету Ангара, вот, то есть, это вот второе направление, да, ну, и вот сейчас говорится о том, что будет создаваться еще сверхтяжелый носитель, вот, он будет называться Енисей, судя по всему, вот, но его окончательные контуры пока непонятно, потому что то, что было представлено в правительство, там вызвало некую критику, и, видимо, обновленный проект должен будет быть представлен, но планы такие, то есть, тяжелый носитель, где-то году к 28-му, по крайней мере, должен быть создан, и он должен начать летать, предполагается, что российский тяжелый носитель будет отправлять корабль класса Федерация, ну, уже в сторону Луны, вот, на самом деле, там, Федерацию отправлять к Международной космической станции на низкую околоземную орбиту, наверное, не так уж выгодно, что называется, можно пока использовать Союзы, но, наверное, он и сюда будет летать, ну, то есть, если говорить о пилотируемой космонавтике, то вот на протяжении там, всех 20-х годов будут создаваться новая техника, которая должна, наконец, прийти на замену старой, которая эксплуатируется с советских времен уже десятилетиями, вот как-то так. Пожалуйста. Здравствуйте, спасибо большое за лекцию. Я бы хотел спросить, вот фотографии, которые здесь показаны, они сделаны в видимом диапазоне? Да. И тогда, вот следующий вопрос, учитывался ли при этом феномен регресса излучения в структуре материала? Я думаю, что не учитывался, то есть, в данном случае просто что фотографировалось, то и фотографировалось, да, вот, ну, и, в общем, я не уверен, что здесь надо какие-то правки вводить на самом деле, вот, потому что, ну, так сказать, этот эффект, наверное, в данном случае, он несущественен, я бы сказал. То есть, вот если мы, например, используем, например, лазерную указку, да, получается, с определенной частотой, то если посмотреть на этот луч через призму, буквально, то можно увидеть весь спектр вторичного излучения материала. Вторичного? Да, то есть, можно говорить о том, что энергия, которая идет в виде определенных квантов, преобразуется в новую волну. Понятно, но мы сейчас, вот все снимки, которые были продемонстрированы, значит, это в естественном солнечном свете, это не какое-то когерентное высокоэнергичное излучение лазера, да, то есть, это обычный свет в видимом диапазоне, поэтому тут эти эффекты, в общем, не должны работать. А в других спектральных вот не рассматривали, не делались фотографии? Значит, в инфракрасном диапазоне, да, делались, безусловно, вот, в ультрафиолетовом диапазоне делались, вот, ну, они добавляют кое-что, то есть, в этих диапазонах что-то не видно, наоборот, что-то лучше видно, скажем. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот известно давно, что у Венеры обратное вращение вокруг своей оси, какие вообще существуют гипотезы на данный момент, почему это так и с чем это связано? Ну, одна из гипотез заключается в том, что вот она, может быть, вращается, то она как вращалась, так вращается, но она просто перекувырнулась, и поэтому, значит, теперь нам кажется, что она вращается в обратном направлении. Еще одна версия связана как раз с тем, о чем было сказано, что если Меркурий когда-то был спутником Венеры, то сильное воздействие, значит, приливное со стороны Меркурия могло, значит, затормозить, по крайней мере, вращение Венеры настолько, что, так сказать, оно могло стать обратным. Окончательно это неизвестно, на самом деле, то есть несколько версий есть, но две я назвал. Скажите, пожалуйста, а существуют официальные международные программы по борьбе с астероидной опасностью, потому что понятно, что база данных о каталоге уже создан, не только крупных астероидов, метеоритов, но и космического мусора, который может повредить, там, обломков спутников. И печально смотреть, что Россия и Америка рвут договоры РСМД, там, собираться создавать средние ракеты, хотя полезнее было бы для человечества создать ПАО, там, противоастероидную оборону, чем устраивать гонки вооружений всякие. Вот. Астероидной безопасности. Спасибо. Я с вами совершенно согласен, но, к сожалению, решения принимаются не учеными, а политиками. Политики считают, что астероидная опасность это не так страшно и что, на нас еще тысячу лет ничего не упадет и можно, так сказать, нет. Нет, насчет Апофиса понятно, что он с Землей не столкнется, он не находится в числе угрожающих, он пройдет очень близко, но известно, что он именно пройдет очень близко, он не столкнется с Землей. Другое дело, что мы в любой момент можем обнаружить что-то, то, что действительно, и действительно ответ такой, что у нас на сегодняшний день вообще нет никаких средств борьбы, мы не можем перехватить, сбить, значит, изменить траекторию. Масса проектов есть по этому поводу, их никто не финансирует и на самом деле, так сказать, мы не умеем что-то делать со стероидами. Максимум, что можем сделать, это эвакуировать население из какого-то, так сказать, пункта, если будем знать, что туда будет падать астероид. это все. Ну, да, конечно, Москву не эвакуируешь, но поскольку вероятность такого исхода событий, что вот прямо в Москву, так сказать, что-то прилетит, она реально очень низка, вот, поэтому многие считают, что можно пренебречь и не тратить на это деньги. Значит, сейчас средства тратятся прежде всего на средства обнаружения, и прежде всего это американские средства, на втором месте Европа, вот, и действительно работают достаточно эффективные сейчас системы, включая автоматизированные, которые следят и открывают громадное количество. Сейчас открывают примерно по 7 околоземных астероидов в день. Ну, это вот там метр, 5 метров, 15 метров, вот такие вот, за несколько дней до пролета, вот, но мы открываем очень небольшую часть того, что реально пролетает мимо, поэтому ее надо совершенствовать, конечно, но средств, которые могли бы бороться с астероидной опасностью, их просто не существует на сегодняшний день. И, кстати, этому как раз препятствуют, я бы сказал, международные договоры, потому что понятно, что если вы соберетесь взрывать астероид там, ну, как Брюс Уиллис, там, полететь туда с атомной бомбой, скажем, да, то, в общем, сейчас это запрещено поднимать ядерное оружие в космос, да, то есть существуют, пока действуют, по крайней мере, такие договоры, и поэтому, если вы захотите это делать, вы столкнетесь с очень серьезными, чисто юридическими и политическими проблемами. Но вот пока эти проблемы не решены, действительно, увы. Итак, давайте последний вопрос зададим и будем заканчивать. Давайте, ладно, давайте два, девушку и вот молодой человек. Просто у меня два вопроса. Один выберите. Можно вот слайд, где траектории вот этих, где траектория, грубо говоря, еще девятой планеты? А, понятно. Нет, другую. Ну, это вот примерно то же самое. другую, другую. Ну, примерно, можно. А вот на этой картине можно показать траекторию самого Солнца? А Солнце, оно там где-то в серединочке? Нет, траектория, это понятно, что оно там где-то в серединочке, траектория его движения при этом. Как проходит? Солнца? Нет, нельзя показать, потому что как раз вот в этой системе координат мы привязаны к Солнцу, как будто оно неподвижно. И показываем все, как оно летает вокруг Солнца. При таком взгляде оно, никакой траектории у Солнца нет. То есть, эта система координат как раз связанная с Солнцем. Но не рассматривали? Что? Не рассматривали, чтобы привязать траекторию? ну рассматривали, но это совсем другая задача, да, значит, как Солнце летит действительно вокруг центра галактики там и так далее. Но это, конечно, надо на другом совсем рисунке показывать. Телескоп последовательно просматривает вот весь вот этот сектор. Вот мы сидим на Земле и смотрим. Я прошу прощения, у нас ограниченное по времени. Потому что по расчетам Батыгина и Брауна оно должно быть именно там. Это не просто так, да, это не то, что они смотрят, куда попало, да. Давайте, молодой человек, пожалуйста, последний вопрос задавайте. Это правда, что у Сатурна терят свои кольца? Не исключено, что это так, как это ни парадоксально, что Сатурн теряет свои кольца. Но мы этого процесса не видим, потому что, если это происходит, это происходит очень медленно, но, значит, по всем расчетам, действительно, вот частицы, из которых состоят кольца Сатурна, они действительно должны там постепенно терять скорость, там, может быть, сталкиваться, сходить по спирали и, значит, и сгорать в атмосфере Сатурна. То есть, действительно, может оказаться так, что пройдет какое-то время, но это могут быть десятки тысяч лет, а может даже миллионы лет, и может оказаться, что этих колец не будет. АПЛОДИСМЕНТЫ